Здравствуйте, уважаемые подписчики канала КОДО. Отвечая на ваш вопрос о приспособлениях для отбивки косы, хочу несколько слов сказать о приспособлении для отбивки косы Шрюкин Фукс. Приспособление для отбивки косы состоит непосредственно из бабки. Тяжелая стальная бабка, которая имеет клин. Этим клином бабка забивается в какую-то деревянную колоду. В комплекте к приспособлению для отбивки косы Фукс идут два колпачка. Два тяжелых металлических колпачка. Колпачки по очереди надеваются на бабку. Колпачок приподнимается и между бабкой и отбойным колпачком вставляется непосредственно в полотно косы. До упора. Постепенно двигая косу, одновременно не очень сильными ударами вы производите непосредственно отбивку. То есть коса у вас получается между молотом, которым выступает в данном случае колпачок, и наковальней, которая собственно выступает в наковальне. После отбивки наши колпачки имеют разный наклон. После отбивки первым колпачком, который формирует непосредственно кромку косы, меняется колпачок и проходится еще раз. Операция повторяется, но уже с другим колпачком. То есть второй колпачок уже оттягивает финально режущую кромку. Таким образом, при помощи двух вот этих колпачков, вы проходите целиком режущую кромку косы, и она у вас отбивается и вытягивается. Естественно, отбивка производится с двух сторон. То есть между наковальней и колпачком. После отбивки косы, когда вы косу отбили, режущая кромка у вас выведена. Но поскольку контакт, в любом случае, контакт или с молотком, или с вот этим ударником, небольшой, то обязательно будет присутствовать некая такая волна, еле заметная. Чтобы от нее избавиться, убрать эту волну, необходимо пройтись оселочком. Несколько раз. И вы убрали замены режущей кромки, которые возникли в процессе отбивки. Все коса отбито, коса заточена оселком и готова к работе.